Сотрудники ГИБДД проверили техническую исправность общественного транспорта Люберецких автоколонн. Также в рамках оперативного мероприятия автобус водителей ждала важная профилактическая беседа о безопасных перевозках пассажиров. По данным автоинспекции, за 11 месяцев 2017 года на территории округа совершено 30 ДТП с участием общественного транспорта. Половина из них – столкновение с другими участниками движения, остальные – наезды на пешеходов и падение пассажиров в салоне. В основном, дорожно-транспортные происшествия, где страдают пассажиры в салоне автобуса, происходят, как ни странно, по вашей вине, потому что вы совершаете резкое торможение. Чтобы избежать подобных случаев, инспекторы ГИБДД в очередной раз напомнили водителям основные требования перевозки пассажиров, а также предложили им установить в салонах транспорта камеры видеонаблюдения. Было разъяснено, что имеют случаи фальсификации гражданами таких видов ДТП, и было нацелено руководство перевозчиков на том, чтобы транспортные средства оборудовать видеорегистраторами, которые, находящиеся в салоне, позволят избегать таких ситуаций, когда лжепострадавшие обращаются в лечебное учреждение. Для пассажиров, в свою очередь, госавтоинспекторы развесили информационные листовки, напоминающие о том, как важно держаться за поручень во время движения транспорта. Оперативное мероприятие «Автобус» – это не только слова, но и действия сотрудники дорожно-постовой службы. Проверили документы у водителя, а также проинспектировали техническое состояние транспорта Люберецких автоколонн. И, как оказалось, далеко не все содержат свой автомобиль в полной неисправности. Не работает пара дальнего света, левая, а также неисправность стеклоочистителя. Именно вода не подается на стекло в грязную погоду. При эксплуатации при данном неисправности запрещено. В связи с этим он будет привлечен к административной ответственности. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проходит на постоянной основе. В 2017-м госавтоинспекторами технического надзора проведено 38 проверок общественного транспорта. По ним к административной ответственности привлекли 82 водителя. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.